Всем привет на канале МастерCSS, на связи с вами Серега, и этим видео мы начинаем новый курс под названием Химия CSS3, в котором с самого нуля будем обучаться CSS. Возможно вы уже слышали такие понятия, как каскадные таблицы стилей, просто таблица стилей, либо еще проще стилей, CSS, кто-то говорит CSS, это все одно и то же, это инструмент, который позволяет создавать и управлять дизайном вашего сайта. И причем, неважно на чем ваш сайт, это может быть и система управления наподобие WordPress, Joomla и другие, либо этот сайт написан руками, в итоге, когда дело касается дизайна, все упирается именно в этот волшебный инструмент, и мы будем его изучать. Для новичков давайте я объясню более популярно, смотрите, если мы представим, что HTML-страничка это какой-то человечек, вот в курсе по HTML-мастере это подробно рассказывал, так, давайте, пускай он поулыбается немножко, так вот, если мы представим, что HTML-страничка это человечек, то CSS это именно внешний вид этого человечка, причем иногда вот этот дизайнер великий, он может становиться даже пластическим хирургом. Ну, наверное, вы слышали такую фразу, когда люди ругаются, сейчас глаз на задницу натяну, да? Так вот, ребята, CSS на вашем сайте позволяет в прямом смысле этого слова натянуть что угодно и куда угодно, поэтому помните, очень важный момент, что HTML это структура страницы, а CSS это дизайн и оформление вот этой самой структуры. Поэтому отсюда следует один простой логический вывод, если вы не знаете HTML, вы не сможете выучить CSS, поэтому для таких вот не знаю, я советую пройти курс по HTML, называется он HTML-мастер, еще будут уроки записываться, это раз. Второе, давайте я вам покажу, на чем мы вообще будем работать, так, я не то открыл, вот, brackets, редактор brackets, именно на нем я буду писать код по ходу всего этого курса, именно в нем мы будем химичить с CSS. И смотрите, для тех, у кого есть свой редактор, можете использовать его. Ну а для новичков, которые хотят все повторять за мной и которые не умеют работать в этом редакторе, я рекомендую предварительно посмотреть курс по этому редактору brackets, он легкий, за полтора-два часа вы его посмотрите, освоите редактор и не будете задавать вопросов, почему и как у меня это получается, у вас нет. Теперь давайте по делу, в первую очередь давайте мы создадим папочку будущего курса, в котором и будем работать, напишем химия CSS3, вот она, перетаскиваем ее в редактор. Итак, первым делом давайте я нажму Ctrl-N и создам в нашем проекте новый файл, теперь Ctrl-S я его сохраняю под именем index.html, так, здесь будет, как вы понимаете, HTML-код. И теперь давайте сразу же я базово его наполню, так, восприцательный знак, tab, это работает плагин emit, смотрите видеокурс по редактору, там все рассказано. Так, здесь мы меняем n на ru, можете вообще этот атрибут лэнг удалить в принципе, здесь мы пишем химия, так, CSS3, отлично, это я скопирую. И давайте мы сохранимся, откроем живой просмотр в нашем редакторе, так, 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 видим. И здесь давайте я заведу тег h1, так, и в нем помещу вот эту самую химию CSS3. Так, ребята, в принципе все, и теперь прежде чем я начну обучать, давайте мы создадим еще один файл, он нам уже прямо сейчас понадобится, и сохраним его под именем style.css, то есть здесь будут идти наши стили. Так, думаю с этим понятно. И теперь давайте мы прежде чем начнем изучать CSS, синтаксис и все остальное, научимся подключать стили к нашему сайту. Итак, есть три способа подключения. Первый способ называется связанный, это когда мы устанавливаем связь между страницей сайта и файлом стилей, то есть видите, да, вот эти два файлика мы сейчас установим между ними связь. Связь устанавливается при помощи тега link, давайте мы его напишем, пишем link, потом пишем атрибут rel равняется stylesheet, это означает, что мы подключаем файл стилей, и затем указываем имя файла стилей, так как он находится в одной папке с этим файлом index, мы пишем тут просто его имя, без различных путей. Итак, style.css, ну и теперь, ребятушки, давайте проверим, работает у нас подключение или нет. Итак, покуда просто повторяйте за мной, не вникайтесь в эти надписи, те, кто и не знает CSS, мы сейчас записываем селектор тегов, body называется он, так, и открываем фигурные кавычки, закрываем, и внутри них, я нажимаю enter, надо перескакивать на новую строку, внутри этих кавычек давайте мы напишем следующее правило, сделаем цвет текста в теге body, например, давайте red, красный, и видите, что он у нас здесь покрасился в красный цвет, это называются связанные стили, видите, связь работает. Следующий способ, который мы рассмотрим, он называется глобальные стили, почему глобальные, потому что он действует глобально только в одном html документе, то есть у нас индекс html, и он только в нем будет работать. И эти глобальные стили задаются внутри специального тега style, он может идти как и в теге head, так и в теге body, нормально браузеры подхватывают, все работает прекрасно, и внутри него пишем опять-таки обычные стили. Итак, у нас там есть body, да, давайте напишем то же самое, в принципе, только поменяем цвет, например, давайте, знаете, синий поставим, вот, и видите, наш текст, он становится синим. Обратите внимание, что вот этот код, colorred, он тоже работает, просто браузер в первую очередь встречает вот этот код, делает цвет текста красным, а потом, когда он доходит до этого кода, он делает цвет текста синим, то есть тот цвет красный, он просто-напросто затирается. И если мы, например, подключим, сделаем вот эти связанные стили, подключим после, то видите, что синий цвет теперь затирается и показывается красным. То есть помните про это, не забывайте, что браузер, если встречает одинаковые стили, он применяет последний, то есть чтобы вы не искали у себя лишних ошибок. Ну и последний тип подключения называется внутренние стили. Почему внутренние? Потому что они конкретно задаются внутри определенного тега. Итак, давайте мы теперь в теге body пропишем специальный атрибут, который называется style. И вот внутри него мы и указываем эти самые внутренние стили. Причем обратите внимание, если мы здесь указывали специальный селектор, то есть мы указывали, что к тегу body надо все подключить, то здесь нам не надо указывать селектор, а нам надо только указывать правила, потому что здесь у нас уже он определен. И здесь давайте мы напишем цвет, ну давайте green зададим, точка запятой. И как вы видите, что теперь для селектора body у нас действует зеленый цвет. Давайте мы теперь вот это все поубираем. Так, глобальные стили тоже уберем, либо можете закомментировать. Ну помните, связанные, глобальные и внутренние стили. И оставим только связанные. Теперь я вам объясню про преимущества связанных стилей. Представьте, что у нас есть, например, сайт, ну знаете, когда одностраничник, то там можно использовать и глобальные стили, ничего страшного в этом нет. Но представьте, что на нашем сайте, например, ну не одна страница, вот одна тысяча, давайте две тысячи и даже вот давайте три тысячи страниц, да, на нашем сайте. У всех страниц одинаковый дизайн, ну как на любом сайте, просто разное наполнение. И у нас есть файл стилей, который зелененького цвета, у нас есть файл стилей, да, и в нем, получается, содержится весь дизайн нашего сайта. Так вот, например, на всех трех тысячах страниц они получаются связанные с нашим файлом стилей, то есть они берут дизайн все отсюда. И, например, приходит человек и говорит, что мне надо не красный цвет, он плохой, а сделайте, пожалуйста, назад черный цвет, чтобы все нормально читалось, смотрелось. И вместо того, чтобы править стили на каждой странице, вот на всех трех тысячах, мы заходим в один вот этот самый файлик и затем просто меняем в одном месте цвет текста с красного. Давайте мы сейчас и поменяем, например, решетка 353535 на темно-серый цвет. И у нас на всех страницах сайта цвет поменялся. То есть, по сути, когда вы используете связанные стили, вы можете сколько угодно файлов подключить к этому файлу Style.css, чтобы они брали от него дизайн и управлять всем дизайном вашего сайта из одного места. Так сказать, такой вот командный небольшой пункт.